Продолжаем контроль за ситуацией вокруг новой коронавирусной инфекции. У нас, я смотрю по статистике, снижается число новых заболевших. Тем не менее, мы договорились, что эту передышку мы используем для того, чтобы проводить и вакцинацию, и ревакцинацию. Заместитель председателя правительства Республики Мордовия Галина Латванова доложила, что в стационар медучреждения Республики ежедневно на минувшей неделе поступало около 20 человек. Сокращено еще 50 ковидных коек, стационарное лечение проходит 203 человека, половина из которых – люди категории 60+. Речебное учреждение постепенно возвращается к плановой доковидной ситуации. План по углубленной диспансеризации у нас на год 78 780 человек. Сегодня углубленную диспансеризацию прошли 21,3%. Осталось 62 тысяч человек. Это очень много. Нам нужно очень внимательно оценить последствия коронавирусной инфекции. Коллективный иммунитет в Республике составляет чуть более 47%. Поэтому вакцинации и ревакцинации населения продолжают оставаться приоритетным направлением. Охват взрослого населения ревакцинации в Мордовии составляет 72%. При этом в некоторых отраслях этот показатель ниже среднего. Галина Латванова обозначила ряд предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, которым необходимо предпринять кардинальные меры по ревакцинации сотрудников. В настоящее время в регионе действуют две ограничительные меры, которые будут сохранены – дезинфекция и масочный режим. Что касается масочного режима, то это мера федерального значения. По решению главного санитарного врача Российской Федерации она продолжает действовать во всех регионах страны, кроме городов Москва и Санкт-Петербург. В преддверии летних каникул также обсудили вопросы обеспечения безопасного отдыха детей и подростков, подготовки к началу сезона мест для купания, поручено провести обследование качества воды и пляжной инфраструктуры. Продолжение следует... Продолжение следует...